Поклонники Бэтмена быстро сформировали единодушное мнение о том, кого они хотели бы видеть в роли следующего клоуна Принца Преступного мира. Список злодеев для предстоящего Бэтмена уже, возможно, не изменится, но наверняка лишь вопросом времени является новое киновоплощение Джокера, который будет доставать Тёмного рыцаря в исполнении Роберта Паттинсона. И фанаты хотели бы видеть на этой роли Уильяма Дефо, который снялся вместе с Паттинсоном в прошлогоднем фильме режиссера Роберта Эггерса, Маяк. – Своей королевый тридент скрепляет банси, как в Тёмного рыцаря, и плачет прямо через твою голову! Само собой, фанаты не имеют права голоса в голливудских кастингах, плюс нельзя быть уверенным в том, что Бэтмен точно не провалится и заработает достаточно для сиквела денег. Но после того, как это мнение прозвучало, невозможно не задаваться вопросом, какого черта мы об этом раньше не подумали? Теперь невозможно выкинуть из головы образ Дефо в костюме Джокера. Актёр-ветеран обладает искусной физичностью, которая идеально подходит для этой роли. Структура его лица и зубастая улыбка как будто были созданы для этой роли. О чём свидетельствуют некоторые фан-арты, предоставленные одним из пользователей Instagram. К тому же, его роль в Маяке показала, что у него есть невероятная химия с Паттинсоном, а также он превосходно играет сумасшедших персонажей. В довершение к этому у него уже есть опыт игры суперзлодея, но об этом чуть позже. Поклонники в Твиттере места себе не находят от мысли, что Уильям Дефо сыграет против Бэтмена в исполнении Паттинсона с тех пор, как в октябре прошлого года вышел Маяк. По сути, это фильм двух актёров, где Дефо и Паттинсон постоянно противостоят друг другу в сумасшествии, и интенсивная химия двух актёров зашевелила шестерёнки в головах фанатов Бэтмена по всему миру. Один пользователь Твиттер подготовил почву для этой идеи, написав, «Уильям Дефо в роли Джокера в сцене после титров Бэтмена. Просто представьте» Другие пользователи утверждали, что Джокер является той самой ролью, для которой был рождён Дефо, и некоторые из них были шокированы тем, что настолько точного кастинга ещё не было. Но, как ни странно, оказывается, что первоначальная идея о роли клоуна Принца Преступного Мира для Дефо была придумана парнем, написавшим сценарий, который позже переработали в Бэтмена Тима Бёртона. В интервью Hollywood Reporter в 2018 году Дефо вспомнил, что Сэм Хэм, который написал первоначальный сюжет Бэтмена, говорил с ним про роль Джокера, которая в итоге досталась Джеку Николсону. Дефо вспомнил, «Хэм сказал кое-что о том, что физически я был бы идеален для этой роли, но они не предлагали мне её» И он был не единственным, кто видел в Дефо отличного смеющегося расстроенного суперзлодея, потому что в итоге он получил роль Нормана Осборна, Зелёного Гоблина, в фильме Сэма Рэйми, Человек-паук 2002 года, оставив свой след в одном из фильмов, породивших современный супергеройский жанр. – Мы, кто выберем быть! Теперь выберем! И он потрясающе сыграл свою роль, хотя Рэйми и сценарист Дэвид Кэп допустили ту же ошибку, которую Хэм и сценарист Уоррен Скаррен сделали с Бэтменом, убив культового злодея в его дебютном фильме. С тех пор Дефо ещё раз сыграл в супергеройском кино – в Аквамене 2018 года, где он появился как друг и наставник заглавного персонажа, Вулка. Это, вероятно, не помешает ему взять на себя роль Джокера, потому что многие фанаты предполагают, что Бэтмен и его возможные продолжения будут происходить в другой вселенной, а не в привычной нам расширенной вселенной DC. Нам бы очень хотелось, чтобы эти фанатские мечты были реализованы, и мы надеемся, что ответственные люди решат сделать актёру предложение. У Warner Bros. на руках есть возможность порадовать фанатов Бэтса по всему миру, просто позвонив актёру. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы и сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!